Шандра Добрый день! Это растение называется шандра. Шандра относится к многолетним лекарственным растениям. Отличается неприхотливостью и устойчивостью к заболеваниям и вредителям. Однако растение мало популярно среди цветоводов, что связано с невысокой декоративностью шандры. В высоту достигают 60 см. Цветки мелкие, собраны в ложные мутовки, в пазухах листьев, белого и бледно-фиолетового окраса. Внешне напоминает мяту. Стебли и листья опушенные. В культуре распространена шандра обыкновенная. Цветение начинается на второй год жизни. Растение нетребовательно к составу почвы. Может расти даже на бедных почвах. Прекрасно чувствует себя как на солнце, так и в полутени. Растение не требует охота. Достаточно посадить шандру, и она будет прекрасно расти без поливов и подкормок. Поливают только в очень жаркие дни. Для поддержания внешнего вида кустики каждую весну подрезают. Заготовку травы осуществляют в начале цветения. При этом слезают только верхнюю часть, более нежную. Траву сушат в темном и проветриваемом месте, в пучках, в подвешенном состоянии. В одном месте может расти более 10 лет, постепенно размножаясь и разрастаясь. Зимуют без укрытия, так как устойчиво к низким температурам. Кстати, опавшие семена зимуют хорошо. Весной появляются здоровые всходы. Растения размножают семенами, посев которых осуществляют в конце марта в ящичке, наполненные рыхлым субстратом. Семена проращивают в условиях мини-теплички. В конце мая рассаду высаживают в открытый грунт на постоянное место. При посадке соблюдают расстояние около 25-35 см между растениями. Первое время после посадки рассады регулярно удаляют сорняки, обеспечивают редкие поливы. Возможно размножение черенками, которые нарезают летом. Шандру выращивают в качестве лекарственного растения, но она хорошо смотрится в цветнике, созданном в природном стиле, подходит для выращивания в горшках. Листья используют в приготовлении блюд, в том числе десертов. Сушеные листья придают чаю необычный вкус. Кроме того, такой чай полезен для здоровья. Вот она, Сандра в природе. Всего доброго вам и до свидания.